Здравствуйте! Это Новосибирские новости в студии Вячеслав Горчаков. Ближайшие минуты о самых заметных событиях этого дня. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без холодной воды жители 14 домов в Дзержинском районе прорвало водоводы на улицах Кошурникова и Потемкина. Коммунальщики обещают возобновить подачу воды к утру. На месте аварии побывала Ольга Маховская. Фонтан начался. Вон там, где пробито, там вообще. И вот всю ночь, всю ночь, с шести вечера, всю ночь у нас река здесь лилась. По всему двору грязевая жижа. Поэтому люди пробираются в подъезды своих домов только обходными путями. Поток воды хозяева квартир пытались остановить самостоятельно еще до приезда аварийной службы. Забрасывали землей тротуар. Но тщетно. В этой пятиэтажке вода залила подвал. Но ее вовремя откачали. Жильцы опасались, что она поднимется до электропроводки и счетчиков. Тогда отключили бы еще и свет. Откачали. Вот посмотрите. Сейчас на всем этом отключили воду на всем Желмасии, по-моему. Они сказали, и холодный, и горячий. Прорыв водопровода оставил без воды еще больше дюжины домов в Дзержинском районе. Некоторые жители успели запастись. Другие, вооружившись пластиковыми бутылками, ходят за водой в соседнюю школу. К вечеру организовали подвоз воды. Тамара Стадник, старшая по дому, от аварийной бригады практически не отходит. В 9.30 сегодня утром они приехали, отключили на нашем Желмасии воду, и горячую, и холодную. Ну вот приступили к работе. Что здесь будет дальше, тоже не знаем. Судя по объявлениям, воду обещают вернуть в дома к утру. Но в диспетчерской горводоканала не исключают, что с ремонтными работами справятся быстрее. Ну, может быть и раньше. Я не знаю. Когда в обед приезжал мастер, он сказал еще долго. Надеемся, до утра сделают. На месте аварии работает тяжелая техника. В котловане, глубиной почти 2 метра, рабочие ищут прорвавшуюся трубу. Но пока в грязи находят лишь смытая водой содержимое погребов, вырытых поблизости. Ольга Маховская, Олег Королевец, Новосибирские новости. Судебный пристав спас от разъяренной собаки женщину. Кроме него, никто из прохожих не решился противостоять псу бойцовской породы. Даже хозяева, взбесившиеся собаки, оказались бессильны. Материал Ирина Горох. Рабочее утро сотрудника службы судебных приставов Каиржана Алдыгешева внезапно прервал шум за окном. Услышал женский источник, выбежал на улицу. Там возле подъезда, чертого, женщина маленькой собачки в крови лежала. Вот у него бойцовская собака втерзала. Этот момент мужчина вспоминает неохотно. Говорит, увиденное повергло его в шок. Собака вцепилась в жертву мертвой хваткой. По словам приства, многочисленные прохожие не решались подойти и хоть как-то помочь женщине. Тогда мужчина в одиночку кинулся на разъяренного пса. Здесь я по пути палку взял и начал отбивать ее. Отбил и встал между женщиной и собакой. По словам очевидцев, схватка длилась около пяти минут. Все это время хозяйка стафарширского терьера наблюдала за происходящим со стороны. А хозяйка-то стояла, не реагировала никак. Палка, когда он ее отдубатил, она отцепилась, она ее прицепила на поводок и ушли. У пострадавшей женщины рваные раны, многочисленные царапины и шок. Жизнь ее собаки пытаются спасти ветеринары. На панике. Ну вот лежали мы. Ходить мы не можем. Пить, пьет, кушать так, кушать немножко. Потерпевшие готовятся написать заявление в полицию. Они уверены, что хозяйка и в следующий раз не сможет справиться со своим агрессивным псом. По словам местных жителей, этот бойцовский пес давно держит в страхе всю округу. Как утверждают соседи, они часто видят, как собаку выводят на улицу без намордника. Между тем, за нападение на людей, хозяев животных могут наказать штрафом или даже реальным сроком лишения свободы. Ирина Горох, Артем Тумарь, Новосибирские новости. И о том, как обезопасить себя от бродячих животных и что делать, если во дворе обосновалась таясть собак, завтра расскажут специалисты Департамента энергетики и ЖКХ. Звонки по горячему телефону будут принимать с двух до трех часов дня. Депутаты законодательного собрания сегодня решали, как не допустить срыва сезона пригородного железнодорожного сообщения. Еще одной из тем, вызвавших жаркие споры, стали новые правила работы службы эвакуации автомобилей. Ведь устанавливать тарифы и определять порядок взыскания штрафов должны на местном уровне. Все подробности у Елены Отмаховой. Сезон летнего пригородного сообщения оказался под угрозой срыва, признали с депутатом ЗАГС собрания железнодорожники. У перевозчика накопились долги, запускать дополнительные поезда они не могут. В ответ представителям экспресс-пригорода предложили скорректировать график движения составов. А для урегулирования финансовых проблем будет создана специальная комиссия. Не менее жаркие споры разгорелись вокруг нового закона о штрафстоянках. До сих пор не определены тарифы ни за ныне бесплатные первые сутки, ни за саму эвакуацию. Понятно только одно – поступать штрафы теперь будут в бюджет области. Много претензий к самому закону. По мнению юристов, он противоречит федеральному. Так, в предполагаемом варианте не прописана даже ответственность подрядчика за имущество, оставленное владельцем машине. И, собственно, кто должен эвакуировать автомобиль. В качестве примера могу привести законопроекты Республики Татарстан и Ивановской области, в которых предлагается установить способы перемещения эвакуатор, также требования к нему, буксировка на жесткой сцепке, недопустимость использования гибкой сцепки, также способы перемещения задержанного маломерного судна. У нас тоже отсутствуют такие правовые нормы. Однако с таким юридическим анализом областные чиновники не согласны. Законопроект давно обсуждается широким кругом экспертов. Почему так получилось, что все вроде бы были согласны, на рабочей группе обсуждали со всех сторон, со всеми юристами, а закон выходит в таком виде. Тем не менее, на транспортном комитете законопроект принят в первом чтении с условием его доработки. Все спорные моменты обещали исправить к следующему заседанию. Но ориентироваться на другие регионы новосибирские депутаты не намерены. Главное сейчас узаконить отношения владельцев автомобилей с представителями штрафстоянок. Иначе конфликтов не избежать. Эти вопросы технические, но они до того болезненно отреагируют на их. И закон тем более, он не может трактовать двояко. Поэтому там вот сегодня говорили о постановлении, а юристы говорят, нет, а постановление это выписывается нарушителю. А как нарушителю можно вручить постановление, административное правонарушение, если машину забрали по парковке, его физически нет. Он появится может быть через день, может через два. Если закон одобрит большинство депутатов, новые правила вступят в силу с июля. В областном департаменте по тарифам обещают к этому времени определиться и суммой стоимости нахождения на штрафстоянке. Скорее всего, она останется на уровне 40 рублей за час. Для поиска эвакуированной машины планируют создать специальный сайт. Елена Атмах, Валек Ролевец, Артем Тумарь. Новосибирские новости. 46 новосибирцев не смогли получить заслуженное звание ветеран труда при выходе на пенсию в прошлом году. Причиной стало несовершенство законодательства. В результате того, что эти категории граждан не были означены в законе, они не могли получить этих льгот. Сумма на 46 граждан, которые обращались, составляет порядка 500 тысяч рублей. Так, без положенного статуса остались почетные изобретатель СССР, летчик и донор, награжденные ведомственными знаками отличия от труда. Депутаты горсовета решили исправить это недоразумение и обратились к областным коллегам с инициативой внести изменения в закон, что позволит пенсионерам получить звание ветеран труда и положенные меры социальной поддержки. Городской перинатальный центр с 18 апреля закрывается на капитальный ремонт. Его пациенток, а это жительницы Держинского, Железнодорожного и Калининского районов, будут принимать в роддомах 25-й и 1-й больниц, а также в роддоме номер 6. Для этого их оснащают дополнительными койками. Перинатальный центр откроется только в конце июля. Сразу после этого начнется ремонт в роддоме номер 7, а в конце сентября настанет очередь 6-го родильного дома. Там все работы завершатся в конце ноября. На трассе Новосибирск-Павлодар Лада протаранила Ниву. Один человек погиб. У два их переломы. Чтобы излечь их из искореженной машины, спасателям пришлось использовать специальное оборудование. И здесь им помогли навыки, отработанные за годы тренировок. Продемонстрировать их вновь спасатели смогли на соревнованиях среди команд Сибирского округа, которые прошли сегодня. С места аварии, на этот раз условной, Марина Аверина. Наставь, внимание, марш! Служи! Действия каждого из четырех участников команды отработаны до автоматизма. Условия максимально приближены к реальности. Главный показатель – скорость. Поверясь! Терранжи готов! От машины никого нет! По условиям соревнований разбитую машину нужно обездвижить и обесточить бортовую часть. Одновременно через заднее стекло в салон пробирается спасатель. Он оказывает водителю и пассажиру первую помощь и закрывает их от осколков стекла. Они разлетаются, когда снаружи гидравлическим инструментом перекусывают стойки автомобиля. Затем спасатели снимают крышу и только тогда вытаскивают условно пострадавших. Этими мероприятиями они занимаются в повседневной деятельности. Свои профессиональные качества оттачивают каждый день. Поэтому сейчас мы посмотрим их достижения, их методики проведения аварийно-спасательных работ. Подчеркнем самое лучшее. И, конечно же, примем это все во внимание. В среднем команды тратят на спасение двух человек около шести минут. Но в итоговых результатах это время у большинства отрядов гораздо больше. Внимательные судьи начисляют штрафные баллы за любой недочет. Ведь в спасательных операциях мелочей быть не может. Самые строгие замечания будут, если неправильно оказана первая помощь пострадавшим, если их уронили. И это может привести в реальной жизни к смерти и травмированию человека еще больше. В жизни коллеги на соревнованиях конкуренты. Спасатели внимательно следят за действиями друг друга. Команде из Томска сегодня по жребию выпало открывать соревнования. Признаются, быть первыми всегда тяжело. Когда выступаешь там с серединки, ты уже какие-то учитываешь ошибки других команд и пытаешься что-то уже перенастроить. А здесь и не знаешь, какие ошибки можешь сам допустить. И не знаешь, какие ошибки допустят другие команды. Из-за этого здесь вот более сложно. Для команды МЧС Сибирского федерального округа эти состязания не последние. После подведения итогов отборочного тура лучшие из 12 групп уже в следующем месяце отправятся представлять наш регион на всероссийских соревнованиях спасателей. Марина Аверина, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Четверо новосибирцев организовали незаконную поставку водки сомнительного качества из Московской области. Масштабы деятельности удивили даже бывалых полицейских. На складе задержанных коммерсантов хранилось 80 тысяч бутылок общей стоимостью около 8 миллионов рублей. Здесь все самые ходовые марки, всего 20 наименований. При этом необходимых документов на продукцию у дельцов не оказалось. Хотя, судя по всему, это спиртное от неизвестного производителя поступало на прилавки магазинов. На сегодняшний день уже проведены экспертизы, результаты которой доказали, что используемые акцизные марки, то есть марки акцизного сбора, являются поддельными. Что касается качества водки, то пока на сегодняшний день результаты экспертизы неизвестны. Теперь за изготовление и сбыт поддельных акцизных марок горе-бизнесменам грозят крупные штрафы либо лишение свободы до 5 лет. Новосибирцев будут обучать культуре обращения с опасным мусором, ртутными лампами и градусниками. В области начала действовать специальная программа, рассчитанная на 4 года. За это время в регионе построят стационарные площадки для приема ядовитых отходов и закупят передвижные пункты, эко-мобили. По задумке власти, это поможет очистить город от ртутных загрязнений. Затем, как сегодня, утилизируют лампы и термометры, наблюдала Анна Кондратенко. Термометры, ртутсодержащие, и последнее самое поколение энергосберегающие лампы. Всех каких-то угодно, тоже кислородные. На предприятии по утилизации ртутсодержащих приборов сортировочная площадка как экспозиция. Сюда свозят мусор со всего города. Лампы разбирают и перерабатывают. Полученный ртутный порошок отправляют в Краснодар, цоколи сдают на переплавку. А вот со стеклом все гораздо сложнее. Новосибирский утилизатор ламп перерабатывает и очищает по 200 тонн стекла в год. Но готовое сырье вновь вывозят на мусорные полигоны. Как только мы научимся использовать стекло, а стекло это, оно идет высшего сорта, одно из самых качественных стеклов. Как только мы научимся его куда-то перерабатывать, куда-то размещать, я думаю, что цена утилизации лампы, да, она снизится в разы, если было бы хорошо, если бы она вообще станет равна нулю. Но пока это только в перспективе. Задача ближайшего будущего – наладить сборы и обезвреживание ядовитых отходов у горожан. По отчетам специалистов, сегодня чаще покупают дешевые, быстро выходящие из строя энергосберегающие лампы. И половина жителей мегаполиса выбрасывает их в мусорные баки. Кардинально изменить ситуацию собираются в ближайшие четыре года. Во-первых, увеличит число площадок по приему ртуть содержащих приборов. В городе их сегодня 36, в основном на базе крупных магазинов. В Новосибирске на период реализации программы опасные отходы, такие как ртуть содержащие, население будет сдаваться бесплатно. Эти расходы на утилизацию будут компенсированы из областного бюджета и из муниципальных бюджетов. Кроме новых точек по сбору опасного мусора, регион закупит эко-мобили. Эксперимент с ними проводили минувшей зимой в Академгородке и Левобережье. По словам организаторов, проект доказал свою эффективность и до конца года по новосибирским дворам начнут курсировать пять мобильных пунктов. Анна Кондратенко, Артем Тумарь, Новосибирские новости. В парке «Городское начало» сегодня пробурили первую скважину на месте будущего памятника Александру Третьему. Саму скульптуру сейчас делают в московской мастерской. Своё место на постаменте она займёт накануне Дня города. Работу подрядчиков сегодня проконтролировал Владимир Городецкий. Каким будет памятник и как изменится парк «Городское начало» узнавал Алексей Фазлеев. С Красного проспекта будет вот такой бульвар с цветами. Через два месяца эти эскизы воплотятся в жизнь. Парк «Городское начало» изменится полностью. Здесь появятся новые прогулочные дорожки, клумбы. А перед пролётом первого железнодорожного моста установят памятник Александру Третьему. Сегодня строители пробурили первую скважину для возведения постамента. Над самим памятником сейчас работают московские скульпторы. Делают его в той же мастерской, что изготовила скульптуру другого Александра Покрышкина. В ближайшие дни будет изготовлена форма, а затем и отлит сам памятник. Готов он будет к 10 июня. Скульптуру Александра Третьего откроют в день города. Сроки сжатые, но подрядчики пообещали работу закончить в срок. Владимир Городецкий, инспектируя площадку, обратил внимание на ели. Одну из них в мае прошлого года городоначальник посадил своими руками. Подгорели, Владимир Городецкий, низкий снег был, осадки. И от солнца, от яркого вот этого... Ты что, пересаживать будешь? Будем пересаживать. Она пересаживает. Такие красивые. В этом году Новосибирск станет ярче, пообещали озеленители. С благоустройства парка «Городское начало» все только начнется. Ландшафтные дизайнеры украсят улицы новыми цветочными композициями, изменится декоративная подсветка города. Но сейчас самое главное, чтобы Новосибирск стал чище. Общегородской субботник пройдет 21 апреля. Без помощи и понимания, и поддержки населения, конечно, сделать такое короткое время невозможно. Поэтому я действительно от всей души обращаюсь просто ко всем нашим жителям. Отнестись к этой ситуации по санитарной очистке города с большим вниманием и патриотизмом, я так сказал. Помочь у своего двора, у своего дома, навести порядок. Чистотой на набережной мэр остался доволен. Как и планами благоустройства парка. Кстати, рядом с памятником построят эстраду. В маленькой сцене прочат большое будущее. Это пока планируется сцена на открытие памятника. И дальше прорабатываем вопрос, чтобы постепенно у нас расширить площадку проведения Дня города. И начинать уже День города, скорее всего, в следующем году, в юбилейном. Будем уже здесь. Здесь же они хотят лазерное шоу сделать, какое-то отдельное. Экран поставить. Экран специальный большой поставить. Выставку историческую. Чтобы уже этот момент был в таком современном уже стиле. Парк «Городское начало» станет коллекцией символов. Пролет первого железнодорожного моста – памятник императору, издавшему указ о строительстве Транссиба. Поэтому и открыть обновленный парк планируют символично. 24 июня, ровно в 0 часов 0 минут. Алексей Фазлеев, Максим Федосеев, Новосибирские новости. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня о волнующих вас событиях, сообщайте по телефону редакции. Также самая свежая информация на радио «Городская волна» на частоте 101,4 FM и на сайте новосибирских новостей. До встречи завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова